Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Сегодня у нас идет эфир и в Инстаграме, прямой эфир и в Фейсбуке. Так что, если вы еще не подписаны на страницу ВАИКРА в Инстаграме, обязательно подпишитесь к платформе ВАИКРА. Есть ссылочки везде и можно смотреть сейчас и в Инстаграме, и в Фейсбуке. И у нас сейчас задача, очень важная задача у платформы ВАИКРА в Инстаграме быстрее дойти до 10 тысяч подписчиков, поэтому обязательно подписывайтесь и, пожалуйста, подпишите своих друзей, знакомых, родственников и просто людей, значит, чтобы у нас было 10 тысяч, чтобы вы могли больше делиться уроками Торы. И это очень важно, распространять божественный свет. И, конечно же, подпишитесь на телеграм-канал наш, потому что в телеграм-канале выходят все уроки за день с аудиоверсиями, с подкастами. То есть очень удобно слушать, и можно в машине слушать, можно везде слушать. Всем бойвертов, привет! И сегодня у нас понедельник, день второй, второй день недели. Я думаю, что есть вот у евреев, да, за 70 лет государство Израиль, оно очень сильно развилось, за 70 лет существования просто, вот, ну, нереально развилось, да. И что? Почему? Потому что работают по воскресеньям. Первый день недели воскресенья, все отдыхают в Израиле, работают. И еще вторая вещь мне очень понравилась. Я вот в субботу эту с дочкой разговаривал и говорю, вот смотри, евреи учат Талмуд уже, устную Тору учат 3300 лет, а Талмуд, например, учат последние 1700 лет. Я вот сейчас учу Талмуд, вот я с утра открываю, учу Талмуд, видите, вот Талмуд учат. Причем учат Талмуд в хеврутах, то есть обсуждают. И всегда есть о чем поговорить, то есть ты обсуждаешь, ты такие всякие нюансы, сегодня такие вещи я в Талмуде учил, просто нереальные. И я ей говорю, смотри, евреи очень много разговаривают, они обсуждают разные вещи, тонкости разных законов и так далее. И когда ты разговариваешь постоянно, говоришь, 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 то у тебя мозг развивается очень сильно, ты запоминаешь, обсуждаешь, споришь. То есть у тебя есть постоянная тема для разговора и для мышления. А весь мир, например, до последней технологической революции, когда было только сельское хозяйство, не было тем для разговора, нечего обсуждать. Что будешь обсуждать? Обсуждать будешь там курица опять яйцо снесла, опять что, а кошка родила. А теперь вот кошка, курица, яйцо снесла, корова. Все, тем нету, закончились темы. Весна, потом лето, потом осень. О чем разговаривать? А Талмуд, там невероятное количество очень таких вот упражнений для ума. И это очень сильно развивает и ум, и мышление, и мозг. Хорошо. А сегодня мы находимся во втором дне недели. И во втором дне главы Ноах. Глава Ноах, это как раз глава о том, как Ноах, он был единственный праведный из поколения потопа. И Всевышний ему сказал, значит, вот мы как раз сегодня начинаем. Глава Ноах, второй день. И сказал Всевышний, и сказал Бог Ноаху. Бог говорит, иди ты и весь твой дом в ковчег, потому что тебя вижу я праведником передо мной во всем этом поколении. Что мы отсюда видим? Вот, например, у меня в семье я стал религиозным. Вначале я стал религиозным, это был 1998 год. Я Хазарти Батшува стал религиозным, и после меня вся моя семья стали религиозными. Вначале старший брат Михаил, потом, значит, родители. Отец мой в 73 года сделал обрезание, можете себе представить. В 73 года он стал религиозным, до этого не был религиозным вообще. Родились у меня трое детей религиозных, слава Богу, жена религиозная. То есть, один человек, вот как Ноах, он был праведник, и вокруг него вся его семья, весь его дом, все спаслись. Мало этого, чтобы весь его дом спасся, вся его семья спаслась. Бог ему сказал взять от всех животных, которые были в то время на земле, от чистых он взял по семь животных. Что значит чистые? Это те, которые потом стали кошерными, и те, которых можно было приносить, жертвоприношения в храме. То есть, они называются чистыми в духовном плане. У них есть какая-то духовная, очень большая чистота духовная, назовем это так. Некое качество проявления божественной энергии, которое называется таор, чистый. А есть нечистые животные. Этих нечистых животных Бог сказал взять подвое, для того, чтобы было размножение, как генетический материал. И, значит, Ноах взял их всех в ковчег. И сколько было тогда лет Ноаху? Ноаху было тогда 600 лет. Значит, и мабуль, а я маем алярец. И вот этот вот потоп на иврите, потоп мабуль. Мабуль это от слова, ну, даже на русском правильно звучит, так, знаете, есть такое слово на иврите, что человек мебулбаль. Мебульбаль, он такой, мебульбаль запутанный такой. Мабуль это когда все смешивается, когда все стирается. И Бог приготовил мабуль, это как перепрошить софт программное обеспечение мира. Весь мир существует потому, что есть программные коды. ДНК, молекулы, химия, физика, таблица Менделеева, законы такие, законы такие. Кто эти законы установил? Бог установил. То есть, Он сотворил мироздание, как это называется, Элоим, Всесильный. Всесильный, Он все силы в этом мире, Он запрограммировал, создал. И вот эта вся система называется Всесильный. И когда был потоп, Бог решил перепрограммировать этот софт, внести изменения. И Он оставил одного администратора в этом мире. Это был Ноах. Он был праведник. И Бог вошел в него в этом мире. То есть, Бог в этом мире, Он проявляется. Весь этот мир, это разные проявления Бога. Есть проявления Бога в духовных мирах. Потом, тык-тык-тык, все уплотняется, уплотняется. И весь этот мир, это тоже проявление Бога. Одна и та же энергия божественная, которая проявляется в разных вариациях. В общем, зашел Ноах и его сыновья, и его жена, и жены его сыновей. Вместе с ним зашли они в ковчег перед водами потопа. Значит, и взял Он этих чистых животных. Тут перечислены эти все чистые животные. Взял Он. Ваеи агешем алярец арбаимьем варбаим лайла. И был дождь на земле сорок дней и сорок ночей. Здесь есть очень интересный такой комментарий, что, значит, вот есть такое, такое есть средство, средство для очищения. Называется миква. Значит, миква это водоем, в котором должно быть сорок СА, это определенная мера, сорок СА воды. Именно сорок. Сорок мер воды специально. Сорок ведер, скажем так. Плюс-минус это сорок ведер. Значит, вот берется такой водоем. Или же это может быть природный водоем. Это может быть море, это может быть озеро, это может быть родник. Самое главное, чтобы эта вода была природная вода, которая соединена с землей. Или миква набирается такой вот, если это берется бассейн, то эта вода дождевая должна быть, которая пришла с неба. Или же, есть еще один вариант, создать вот такой очищающий бассейн, который называется миква. Это берется лед, замороженный лед, тоже в этом же количестве сорок ведер. И, значит, он должен растаять, талая вода. То есть, или дождевая, или талая, или родниковая, или море, или озеро. То, что природная вода. И человек, когда, ну, есть закон, что женщина, которая у них есть, есть нечистота, да, это называется как месячный, да, каждый месяц. И, значит, после этого она очищается, чистые дни у нее, и она окунается в эту воду, и она становится тогда разрешенная для мужа. Теперь, а мужчины, которые окунаются в этот бассейн, или просто женщины, которые просто так окунаются, в этот момент происходит очищение на духовном уровне. Это называется очищение, миква. Так, есть такой комментарий, что мир в этот момент, когда был потоп, он опустился тоже в воду. То есть, эта вода, она обнуляет и очищает. То есть, само обнуление вот этих программ было через воду. Хорошо, значит, Всевышний сделал этот потоп. Сорок дней, сорок ночей шел дождь. И интересно, здесь еще в сегодняшнем отрывочке, такая вещь интересная, что зашли все в этот, зашли все в этот ковчег. Все зашли в ковчег, но его семья, животные. И, значит, а все остальные люди, что с ними было? А все остальные люди... А, еще тут есть одна очень интересная один комментарий. Я хотел обратить ваше внимание. Значит, пришли к Ноху по два. И вошел... Вот, вот здесь написано. Написано так. Значит, и зашел Нох, его сыновья, его жена и жен его сыновей вместе с ним в ковчег из-за вод потопа. Говорит Раша, великий комментатор. Он говорит так. Значит, Нох был недостаточно тверд в вере. Ему самому не верилось, что начнется потоп. И он не заходил в ковчег, пока не начался уже сильный дождь. Что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что даже Ноах, который был пророк, которому Всевышний сказал, что будет потоп, я тебя оставлю. Даже Ноах, он до последнего момента не верил, что Всевышний сотрет все мироздание. То есть, ему было как, как это вообще можно. Причем интересно, что человек, вот если мы вдумаемся, человек, он духовные вещи, он вообще не может понять. То есть, мы привыкли воспринимать мир только через призму материальных вещей, с которыми мы знакомы. Например, вот если сейчас кто-то попытается объяснить Ане Черной или Владе или Светлане, кто-то попытается объяснить вкус плода, который называется фейхуа. Есть такой плод, фейхуа. Значит, те, кто ели фейхуа, они, конечно, сейчас могут сразу вспомнить, что в этот момент они чувствовали. Но когда они будут объяснять кому-то другому вкус фейхуа, они вынуждены будут прибегать к различным аналогиям. Они скажут так, фейхуа, он такой зелененький. Какой зелененький? Зелененький, это очень разные есть оттенки зелененького. Ну, такой темно-зеленый, не знаю даже, как объяснить, какой зеленый. Зеленый. А по вкусу-то фейхуа на что похож? И человек будет думать, как же объяснить ему, на что фейхуа похож? Ну, вот крыжовник ел-ел, ну, вот что-то есть от крыжовника. А еще что? А еще что-то есть от тиви. А еще что? То есть человек будет объяснять вкус фейхуа через понятные какие-то для другого человека вкусы. Земляника, да. А если человек не ел землянику вторую? Вот фейхуа похож на землянику. Он говорит, я землянику не ел. Так когда мы говорим о Боге, о ангелах, о духовных силах, мы все пытаемся какими-то аналогиями об этом говорить, но это еще более непостижимо, чем фейхуа. Понятно, да? Теперь, значит, еще раз. Ноах, когда говорилось о потопе. То есть мы сейчас понимаем, что да, Всевышний может стереть мир. Мы это понимаем. Но на тот момент, это же было только начало, Ноах это было десятое поколение, и он не верил. То есть мы сейчас читаем про потоп. И мы понимаем, да, Бог вначале стер мир, когда мир пошел не в том направлении. Потом Бог, когда был город с дома Амора, он перевернул, сжег с дома Амора. Мы знаем, может быть так, может быть так. Может быть катастрофа. Да, была катастрофа, значит, она может быть. Но до катастрофы никто же не верил, что так может быть. То есть когда об этом говорили в Америке, когда сообщали об этом людям в мире, не верили? Как, что, могут уничтожать детей в газовых камерах такими методами? То есть шли эшелоны в концлагеря. Фашисты же это все скрывали, они же не показывали фотографии. Смотрите, как мы убиваем. То есть у них эта машина работала очень скрытно. Теперь, когда мы видим, что это было, то тогда мы понимаем, да, такое может быть. А на тот момент мир не верил, что это может быть. И точно так же Ноах не верил, что будет потоп. И он вошел в последнем, он вошел в ковчег, когда уже потоп начался. А остальное человечество так не верило вообще. Он за 120 лет, что строил ковчег, знаете, есть такая шутка, что Ноах был самый плохой проповедник. То есть более плохих проповедников не было. Он не мог донести, ни до одного человека, он не мог донести, что будет потоп и что надо спасаться. Только его семья пошла вместе с ним. А почему семья пошла вместе с ним? Потому что, когда Всевышний проявляется в праведнике, то люди, которые рядом с ним, они в этот свет попадают, и этот свет их очищает. Каждый, кто попадал в близкую такую зону праведника, его этот свет цеплял. Наверное, поэтому его семья зашла вместе с ним. Хотя тоже там есть вопросы, что дальше было, мы узнаем в следующей главе. Мы узнаем, что сделали один из сыновей Ноха, что сделал. Там не очень он правильно себя повел. То есть мы узнаем дальше, что было дальше. Теперь сегодняшний еще момент из книги Тания, очень тоже такой интересный, да? Интересный и полезный. Значит, в книге Тания сегодня рассказывается о том, что есть, мы же знаем, что в каждой земле, вот говорится так, есть страны, как начинают альтер-ребы, населенные язычниками. И, значит, что это имеется в виду? Страны, населенные язычниками. Есть земля Израиля. Земля Израиля, Иерусалим, храмовая гора, на ней был храм, на ней изначально, даже когда уже был Авраам, Авраам, первый еврей, Авраам, первый кто, именно нашел путь к Богу снизу, да? Не сверху, а он прям снизу искал, искал, искал и нашел путь к Богу. Так вот, Авраам, когда он пришел, написано, что он принес десятину, звали его Малтицедек. Малтицедек, это был Коин Иерусалима. Коин Иерусалима. То есть уже на этой горе, изначально всегда, на этой же горе потом приносил Авраам жертву Ицхака и так далее. То есть это место, оно предназначено для связи со Всевышним. Это как пуповина мира. Есть Марата Махпила в Хевроне. Это место, где похоронен Адам Решон, первый человек. И это вход, говорят, что это как вход в рай. Храмовая гора, это соединение как пуповина духовного мира и материального. Значит, это Израиль. Земля Израиля имеет свою святость. Теперь весь этот мир вокруг земли Израиля, он находится как в человеке. Есть разные части тела. Есть у человека душа, потом есть интеллект, глаза. Есть у человека пятки, ногти. То есть есть разные части тела. То же самое в мире. Есть земля Израиля. Это как дворец царя, дворец Всевышнего. И есть все страны мира, в которых божественное присутствие проявляется меньше и по-другому. И говорит нам в книге Таня Альтера Ребе, что во всем мире божественное присутствие проявляется через ангелов. Над каждым народом есть 70 коренных народов, 70 как бы изначально архетипов народов. У каждого народа есть свой ангел, к которому присоединены все люди этого народа. То есть есть ангел, англосаксонский, наверное, какой-то ангел, он такой на английском разговаривает. Есть ангел китайский, есть ангел, наверное, японский, а может, у них один ангел. Значит, но есть 70 таких архетипов ангелов, через которые идет божественное влияние. И очень сегодня объясняют красиво Альтера Ребе, что когда находишься за пределами земли Израиля, то идет взаимодействие вот это духовное через ангела, который над этой землей. Наверное, поэтому есть разные менталитеты, разные судьбы у разных народов. Там есть непримиримо враждующие между собой, а есть наоборот. То есть есть у каждого народа некая своя духовная, ментальная какая-то сущность. И говорит в Альтера Ребе, что за пределами земли Израиля народы, они знали о этих своих сущностях, и они служили им. И даже те, кто знали про Бога, называли Бога, называли Бога всесильного создателя, Творца, называли Его Элоим над Элоимами. То есть назвали Его Богом над Богами. То есть они как они знали, да, у них тоже были люди, которые на высоком духовном уровне поднимались на самые высокие вершины, куда может подняться человек снизу, да, своим стремлением познать Всевышнего. И когда они изучали, вот есть, например, есть индусы, очень крутые индусы, да, которые прям духовно, они росли, 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 и они снизу, оп, и тут они доходят до Ангела. И они видят, что это реально, это штука работает, да, то есть есть у этой штуки какая-то сила. Если они еще выше поднялись, они поняли, что силу эту дает Всевышний. Но все равно они поклонялись, то есть они понимали так, до Всевышнего мы не достучимся, это слишком высоко, слишком далеко. Поэтому мы вот будем работать с этим его, его как бы ангелом, да, его передаточным механизмом. И это было идолопоклонство. Это как раз то, что называлось идолопоклонство. Это то, что называлось в, ну, именно служение идолам, да, вода зарасла, чужое служение. И очень интересно, что я когда-то читал книгу о возникновении мусульманства. И когда возникало мусульманство, то в Меке, там, где сейчас вот этот вот, Меке, это святыня, да, Кааба, там стоит этот камень, то на нем были разные идолы. И пророк Мухаммед, он убрал этих идолов, то есть он начал воевать, чтобы убрать этих идолов. И это показывает, что действительно у каждого народа, у каждого народа есть вот этот вот свой ангел. И они выражали этого ангела в виде вот этого идола. И даже те, кто знали про Бога, они все равно обращались к Богу через вот этого идола. Вот такая вот интересная сегодня в книге Таня, он объяснил, как это работает. Он пишет, эта энергия не раскрывается в небесных ангелах и высших властителях. Он подробно объясняет. Кому интересно, как устроена вот эта вся история, кто хочет подробно прочитать, тогда можно зайти к нам на телеграм-канал и скачать эту книгу. Эту книгу можно скачать и, значит, посмотреть вот в сегодняшний день подробно разъяснено, у каких народов есть ангелы, как это работает, как эта вся система устроена. Это очень интересно. Но у каждого из нас, у каждого человека есть точно так же, есть корень души, есть там четыре мира, в каждом мире эти сфероты и так далее. И у каждого корень души его, он из разного места прикреплен. И получается, что есть люди, кому более интересно одно, есть кому более интересно другое. Есть 70 лиц у Торы и у каждого есть к Торе свой подход, да, можно так сказать. Хорошо. Значит, всем... Таня это... Это Хасидуд, но это он знал Кабалу. Вот вопрос был, что такое книга Таня? Таня это Хасидуд. Хасидуд это Кабала, которая уже преобразована в более понятные термины. То есть, если возьмем так, Кабала это чистая абстракция, то есть, это какая-то высшая математика, которая обычному человеку, она непонятна. То Хасидуд это уже алгебра или какая-нибудь диаметрия, которая базируется тоже на законах высшей математики, но уже как бы алгебра хоть как-то она применима. А есть просто таблица умножения или считать в уме. То есть, это тоже математика, но есть люди, например, которые там очень богатые, мультимиллионеры, но они не знают алгебру, они не знают высшую математику, но они в уме считают там двух-трехзначные цифры, проценты, прибыли, маржа и так далее. То есть, у них прикладная математика. Есть люди, которые знают алгебру, то есть, это такая полуприкладная математика, а есть люди, которые знают высшую математику и при этом они не могут копейку заработать и не могут зарплату свою посчитать, сколько они зарабатывают, как была известная история, рассеянный с улицы бассейной. Поэтому Тора точно так же. Есть абстрактная высшая Тора, которая говорит о духовных мирах, это Кабала. Есть Хаседут, который берет эту абстрактную высшую Тору и делает ее, объясняет, как она отражается в этом мире. И есть просто Тора этого мира, который объясняет точно, конкретно, как действовать в каждой ситуации для того, чтобы выполнять заповеди Всевышнего и не нарушать его запрет. Это Тора Аллахот, Тора Законов. Есть Тора Сгулот. Это Тора Сгулот. Вот сейчас меня просят сделать урок по Сгулот. Это как использовать знания о Кабалы, можно так сказать, знания Кабалы, для достижения материальных целей с помощью божественной силы. И есть Сгулот, например, на богатство. Есть Сгулот на... Есть Сгулот на... Я сейчас расскажу вам одну историю. Я тоже сегодня учил ее как раз в Хитосе. Начинается с этого Хитос. Сейчас я посмотрю на Иверите, слушаю, посмотрю на русском, есть или нет. Значит, ну, нет, на русском нет этого. Это объяснение было, я на Иверите слушал. Смотрите, на сегодняшний день есть, коротенькая такая есть, начинается Хитос, Айом-Йом. Это книга Айом-Йом, где берутся какие-то такие маленькие, короткие выражения. И сегодня говорится, сегодня говорится, в 28-й Тишре, что Всевышний сказал, если по уставам моим пойдете, дам дожди земле вашей в срок. Это мы говорим в Шмай-Сраэль. Если будете слушать заповеди, то Всевышний даст дожди, даст благополучие и так далее. Объясняет Любач-Терейбыш, что изучение Торы и выполнение заповедей, это как обручальное кольцо, которым осветил Всевышний еврейский народ, обязавшись кормить его и содержать. То есть будете соблюдать заповеди, дам вам дожди от начала до конца земли, соберешься с выхлеб, вино, оливковое масло и так далее. То есть это конкретное обещание Всевышнего. И, значит, я сегодня слушал объяснение на этот кусочек. В Талмуде рассказывается история про Раби Шиман Барюхая. Раби Шиман Барюхая – это как раз составитель книги Зоар, основная книга по Кабале, откуда учатся тайны Кабалы. Раби Шиман Барюхай, он похоронен возле Цфата на горе Мирон. И каждый год Лакбаумер, значит, празднует день его смерти, когда он уходил из этого мира, он открыл великие тайны Торы. И вот в Талмуде рассказывается история, что один из учеников Раби Шиман Барюхая, он уехал из Израиля и поехал за границу. Он поехал за границу и очень там разбогател, и вернулся в Израиль с деньгами. Это было 2000 лет назад. Но действительно, тот, кто знает тайны Торы, тот, кто знает тайны Кабалы, то у него есть понимание, как работает мир, он умеет молиться, он знает все эти сгулот. И, в общем, он уехал за границу и приехал с деньгами, с очень много денег. Ученики Раби Шиман Барюхая, остальные ученики, они начали завидовать ему. Они говорят, эх, может мы не тем занимаемся, может надо поехать за границу, денег зарабатывать. И Раби Шиман Барюхая увидел, что они начали вот на эту тему думать. И он им говорит, пойдемте, я вам кое-что хочу показать. И он, значит, привел их в одно место, там была такая долина, и он говорит, смотрите, значит, говорит что-то, знаете, кстати, вот это выражение, известное из магии, абра, абракадабра, да, абракадабра. Это действительно выражение на арамейском языке, которое переводится как эвра. Эвра это сотворю, то есть, берешит бара, сотворил Бог. Бара это слово сотворил из ничего. Так, абра, это я сотворю, кедабра, как скажу. Кедабра это, лидабер это говорить, абракадабра, я сотворю, как скажу. Это действительно некое магическое выражение, но оно видно часть какого-то выражения. К нему обязательно нужно что-то до этого говорить, после говорить. Но как кусочек, это действительно, я сотворю, как скажу. И мы все, даже люди, мы все творцы. Мы своей речью творим свою жизнь, мы своей речью творим свое настроение, мы своей речью творим отношения с людьми, мы своей речью творим вообще все. Создаем свои цели тоже речью. Нужно же сказать, моя цель – это. И нужно сказать, я смогу или я не смогу. То есть, мы тоже творцы, которые творим речью. Раби Шиман Барюхай собрал своих учеников и говорит им, смотрите, и говорит абракадабра, еще что-то он сказал, и вся эта долина наполнилась золотыми монетами. Он им говорит, вот это сила кабалы, вы можете сейчас взять эти монеты, но вы сейчас забираете из своей вечности, вы забираете сейчас из своей силы, вы забираете сейчас из своей духовности, то есть вы меняете духовность на материальность, и у вас будут эти монеты, но у вас не будет духовности. И тогда его ученики, они сказали, нам не нужны эти монеты, мы будем учить Тору. И когда-то я слышал, это то, что я сегодня слышал объяснение, а когда-то я слышал объяснение такого от таксиста. И меня таксист спрашивает, вот говорит, смотри, вот у тебя есть на выбор, тебе предлагают, или тебе предлагают в подарок, значит, каньон Азриэля, это самое дорогое здание в Израиле, в Тель-Авиве. Он говорит, вот тебе предлагают на выбор, каньон Азриэля. Или тебе предлагают на выбор открыть тебе на уроке Торы тайну светильника, храмового светильника Минары. Что ты выберешь? Таксист мне задает такую загадку, в Израиле таксист на Пуре. Я сидел, подумал, думаю, ну, как бы тайны Торы, это интересно. Но я и так их узнаю рано или поздно в этом мире, в следующем мире. Я узнаю, то есть у меня, в принципе, на духовность у меня есть вечность. А каньон Азриэля, это прямо было бы прикольно иметь свой, значит, свой торговый центр, самый большой в Израиле. Все, получаешь деньги за аренду, живешь себе богато, хорошо учишь Тору, помогаешь людям. Все, думаю, я ему говорю, я бы выбрал каньон Азриэля. Он мне говорит, видишь, говорит, вот ты неправильно выбрал. Я говорю, почему? Он говорит, если ты будешь знать тайну храмового светильника, вот эту тайну, так ты сможешь купить 10 каньонов Азриэля. То есть, когда тебе выбирают, что ты выбираешь, золотую рыбку или миллиард долларов, выбери золотую рыбку, потому что, когда у тебя есть золотая рыбка, ты получишь все, что ты хочешь. Так вот, тайны Торы, это то, что объяснил Рабишиман Барюхай своим ученикам. Когда ты знаешь тайны Торы, ты можешь в любой момент получить все, что тебе нужно, но оно тебе и не нужно, потому что ты, когда знаешь тайны Торы, у тебя нет зависти, у тебя нет вожделения, у тебя нет никаких вот этих пустых схем, которые, как говорят, что люди всю жизнь работают для того, чтобы покупать вещи, которые им не нужны, чтобы производить впечатление на тех людей, которые им не важны. И в итоге, там, за эти деньги судятся, болеют и так далее. Сейчас вот я слышал, посадили, арестовали одного из самых богатых евреев в 90-х, 2000-х годов в бывшем Советском Союзе. Был такой Тельман Исмаилов, ну и он и есть. И он был хозяин чертизона рынка. И он был настолько богатый, что он построил за миллиард долларов гостиницу в Турции, который назвал в честь своего папы. То есть, он был богатый нереально. Миллиард долларов только в одну гостиницу он вложил в ремонт, чтобы ее построить. Его вчера арестовали. Арестовали. Их троих братьев было написано, обвиняют в убийстве. Одного уже посадили на 17 лет. Тельмана Исмаилова арестовали. Второй брат его еще ищут. То есть, мы видим, что деньги, они иногда приносят человеку несчастье, а наоборот зло. И они прям реальные человека съедают. Поэтому Рабишиман Барюхай показал, показал, как, показал это ученикам. И мы теперь знаем, что лучше Тора, Есть такая песня мы пели сейчас в Симхат Тора, что лучше мне Тора, который идет от Всевышнего, чем тысячи-тысячи золотых и серебряных монет. Все. Всем удачи и успехов. Завтра встречаемся с Божьей помощью в 10 утра. Будет, опять же, трансляция и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Очень прошу всех подписаться на Инстаграм и всех друзей и знакомых тоже на Инстаграм подписать. Нам нужно 10 тысяч, чтобы мы могли делиться Торой через... Ну, то есть, Инстаграм открывает какие-то более большие возможности после 10 тысяч. Вот виллу в Турции подарил Баскову, пишет Татьяна Пашала. А сейчас вот его арестовали, да, и последние годы он был в суды, 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 суды. Поэтому лучше, как говорил царь Соломон, Бедность и богатство не давай мне, накорми меня законным хлебом. И трефени лэхэм хути. Законный хлеб и все. Деньги не зло, правильно, пишет. Light, laugh, inside. А главное, чтобы был законный хлеб, чтобы было не мало, не слишком много, а было достаточно. Все. Кто богатый, говорит Тора, тот, кто доволен своим уделом. Тот, кто счастлив тому, что у него есть, счастлив, благодарен. Много есть вещей, которые говорит Тора про деньги. Меня, кстати, просят сделать вот эти уроки постглот. Может быть, я сейчас буду раз в неделю делать урок Тора про деньги. Потому что деньги, это очень сильно интересует весь мир. И важно, вот я думаю, что это важно разобраться в этом вопросе. Все, до завтра, пока.